Дальше я хотел бы поговорить о самой жизни и атмосфере на новой земле. И тут хочу обратить ваше внимание на слова пророка Исаии. Вот я творю новое небо и новую землю. Не прибудет в памяти прежнее и на ум не придет. Радуйтесь же и ликуйте вовеки о том, что я творю. Я сделаю Иерусалим местом ликования, а народ его наполнил радостью. Они будут строить дома и жить в них, сажать виноградники и есть их плоды. Не будут они больше строить дома, чтобы жил в них другой. Не будут более сажать, чтобы другой ел, потому что дни моего народа сравнятся с днями дерева. Избранные мои будут наслаждаться плодами своего труда. Волк и огненок будут кормиться вместе, и лев, как волк, будет есть сено. А для змеи пыль будет пищей. Не будут ни вредить, ни разрушать на всей святой горе моей, говорит Господь. Лично меня радует то, что это будет в какой-то мере обыкновенная жизнь. С радостью от того, что мы можем посадить сад, построить дом. То есть все то, что приносит нам истинную радость здесь будет присутствовать и там. Ну и, конечно же, не может не радовать гармония, которая воцарится во всей природе между животными и человеком. Конечно же, мне хочется обратить ваше внимание и на качество жизни на новой земле. И тут нам поможет книга откровения. «Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было. Моря тоже больше не было. Он отрет из глаз каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло». Вы можете себе только представить, какой будет жизнь, если там не будет причин для слез. Нет скорби, нет смерти, нет боли. Нет всего того, что делает нашу жизнь невыносимо тяжелой сегодня. Сложно даже представить себе качество этой жизни. Но, наверное, самые главные преимущества новой земли в следующем. Хочу прочитать несколько слов из той же 21 главы Откровения. «Я увидел святой город, Новый Иерусалим. Он опускался с небес от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. Я услышал громкий голос, прозвучавший от трона. Это жилище Бога с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом. И сам Бог будет с ними, Богом им». Бог будет всегда пребывать со своим народом. Вы только вдумайтесь, Бог, который является Творцом всего живого, который всемогущий, всезнающий, любящий, будет всегда теперь пребывать на этой планете. Хочется пожелать всем нам только одного. быстрее бы уже домой. Да благословит нас Господь! Там, на Сеоне, город мой. Там, на Сеоне, в радужном свете золотой. Чудный Сеон, яркий жемчур. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok